интернет я вам здрасте я снова рад приветствовать всех кто смотрит это видео я приветствую всех на канале роли мы лайф и у нас ребятушки сегодня влог я надеюсь вы соскучились по влогам и вам сегодня будет со мной интересно мы начинаем когда я впервые приехал в южин напомню это был 2020 год мы когда купили здесь дом в южи здесь как раз вот все вот это вот в этом в этом году в двадцатом году летом строили как раз вот это все вот эти вот все вот это вот обновляли дамбу и все вот это и в то время вот наше озеро наше любимое озеро вазы она ребят была всегда в отличном состоянии она была всегда чистая она была всегда прозрачная она всегда была приглядная здесь всегда купались люди дети все подряд купались и просто озеро было загляденье а сейчас ребят что это такое что вот это такое но это же трэш какой-то ребят ну это же ну это же какой-то пиздец и почему почему нельзя запустить гидрокосилку и все вот это вот привести божеский вид чтобы вот этого вот сегодня был я не понимаю мы вот все жители юж искренне искренне не понимаю почему нельзя с этим что-то сделать но не может быть такого что с этим нельзя ничего сделать просто не хотят и хотят и все обидно досадно кстати народ зацените мои новые очки кто на меня подписан был играми и те очки эти уже видели а вот кто подписан меня на ю тубе и вы к наверное вы еще очки не видели хотя вроде бы к я фотку выкладывал не помню в общем классные очки мне прямо не очень зашли знать чего им не зашли тем что у них желтые антибликовые стекла то есть даже если погода пасмурная ты их одеваешь типа кайф у тебя солнце всегда и в них как то и вот даже в пасмурную погоду становится прям светлее вот тоже время когда ты в них смотришь на солнце тебя абсолютно это не напрягает они защищают как бы и от солнца и в пасмурную погоду они тут тоже заходят поэтому мне прям они зашли я из них не вылезаю те очки предыдущие металлическое праве убрал пока домой в ящик а вот так то так а также у меня сегодня новая футболочка тоже прошу вас оценить в комментариях обязательно а вот и теперь ребят перейдем плавненько к темам а одна из тем а которую хочу поднять в сегодняшнем блоге я ребят стал за собой замечать что с возрастом я становлюсь интровертом знаете вот последнее время не то что как бы мне не с кем гулять да не есть с кем гулять вот я найду себе компанию вообще без проблем но не хочу вот знаете часто последнее время бывают такие дни вот вчера такой день был сегодня чувствует какой же день будет потому что я сегодня влог снимаю опять же да вот но вообще в целом часто стали бывать такие дни я вот выезжаю как гулять да и целый день просто гуляю катаюсь по городу по магазинам исследую какие-то новые места для себя в юже да какие-то дворики закоулки просто катаюсь возьму себе какие-нибудь вкусняшки в магазине чипсы какие-нибудь орешки так далее и как бы просто катаюсь вот и мне по кайфу вот не знаю почему так происходит а почему так встава но встав за собой вот этого замечать что я становлюсь интровертом хорошо это или плохо хер его знает но главное что мне по кайфу вот на данный момент мне это по кайфу у меня конечно нет такого что прям я всегда интроверт нет позавчера вот мы гуляли с компанией большой вот там родители с детьми на много нас было там сейчас скажу если всех детей сосчитать на на человек 6 нас там был вот так что вот гуляли пивка там попили ну естественно взрослые не дети детям там купили вкусняшки всякие скалатки чипсы вот и вот как то так но бывают и такие дни что вот ну вот не хочу ни с кем коммуницировать как-то хочется одиночество хочется как-то о чем-то подумать о своем но при этом не сидеть дома да то есть как бы есть люди интроверты которые на улице не выходят из-за того что типа они интроверты и они не хотят коммуницировать с людьми на улице нет я не сижу дома не хочу дома сидеть а тем более что с родителями живу может быть если бы я живу один может быть я бы предпочитал в такие дни посидеть дома может быть а вот но сейчас я предпочитаю как бы выходить все-таки на улице гулять на вот проводить по возможности активное образ жизни но как бы один как-то так вот такой вот начало блога такая вот мысль я пришла так как у нас сегодня суббота и время еще только 14 30 дня у нас на площади ленина практически нет людей поэтому я принял решение снимать здесь вот буду потихоньку кататься на площади и болтать с вами следующая тема которую хочу сегодня поднять тема отношений ну куда же без нее блин наверное я неправильно и все таки место потому что солнце следует давайте-ка ребят сначала отъедем солнце слепит и вы меня я уверен плохо видите я и сам-то нифига ничего не вижу что там в телефоне происходит просто чё-то это да когда только приехал только начал солнце зашло за тучки мне показалось что тут будет нормально а ну вон оно как ну вот здесь я думаю будет нормально в общем так нет не нормально вы меня не видеть вот так нормально в общем ребят отчасти тема оба отношениях но только отчасти дело в том что хочу с вами так просто подкровенничать до поделиться дело в том что у меня если честно на текущее лето уже не летом уже осень но тем не менее на текущий сезон будет будет так точнее на текущий сезон у меня были планы как бы с кем-нибудь в юже познакомиться я имею ввиду женский пол у меня прямо я вам честно скажу была конкретно поставленной четкой цель вот но собственно как всегда ребят у меня ничего не получилось в самом начале когда я приехал были как бы так сказать чтобы человека не подвести о котором пойдет речь и как бы чтобы вам понятно было в общем были наметки у меня по поводу отношений с одной женщиной так скажем уже потому что нам уже всем не по 15 лет особенно мне вот и девушки не уже собственно не подходят а вот это была женщина неважно какой возраст и ну в общем это вам как бы не 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 надо знать вот в общем короче говоря намечались отношения но ничего к сожалению в итоге по итогу не сослось вот и все на этом это было в мае мама середина мая конец мая начало июня вот так вот немного зацепила вот когда мы собственно общались и я что-то пытался вот но не не получилось не сослось поэтому вот так а дальше все еще с кем-то попытки еще с кем-то познакомиться и как-то закрепить отношения у меня ребята не получилось больше хотя как я уже сказал был меня прям вот было сильное желание и конкретно поставленная цель но и как привязать меня почему-то не получается не знаю мне не везет мне никому я нахрен не нужен вот поэтому знаете сейчас какие есть мысли по этому поводу мне постоянно мои подписчики об этом говорили постоянно 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 мне часто об этом писали и пишут бывает до сих пор что такому как я надо искать среди таких же как я я с этим не согласен я уже неоднократно объяснял свою позицию по по этому поводу в том плане что жить вместе двум людям с ограниченными возможностями и не невозможно нереально даже в плане быта как бы ну а кто будет дать делать что что-либо да по дому по хозяйству не знаю ну сами понимаете да грубо грубо говоря банальный пример это крутить лампочку достать до верхней полки крутить лампочку стереть пыль с верхних полок да и так далее это же всю жизнь да кто-то там сказать говорит типа вот ты ищешь себе здоровую женщину потому что тебе нужна рабыня тебе нужна нянька тебе нужна домохозяйка да и и так далее ну да да часть это так да и что как бы эта жизнь все так живут не только люди с ограниченными возможностями так живут так и здоровые люди живут и все так живут поэтому я этого и не скрываю и не вижу в этом ничего зажорного и все прочее вот но чему я веду до чего я начал чему я веду так как у меня все таки ничего не складывается с реальными знакомствами да я все таки хочу попробовать зайти какое-нибудь сообщество людей с ограниченными возможностями и попробовать все таки найти отношения там но здраво адекватные люди понимают что вот как бы понимание ну человек с ограниченными возможностями человек живет по-разному может быть ограничен своих возможностей да это же не обязательно там человек который не может там ходить маленького там роста и прочее 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 есть люди с приобретенными ограниченными возможностями есть люди разные да у кого-то там плохой слух у кого-то там плохое зрение у кого-то там что-то вот и то есть я ничего не имею против познакомиться с такими людьми ну хотя бы даже для общения почему нет можно даже будет будущем какое-то свое сообщество до собрать людей с ограниченными возможностями чтобы люди там как бы тоже между собой как-то знак знакомились находили себе пару отношения и все прочее вот поэтому вот такая вот ребят есть мысля вот там мамочка в теньке освободилась давайте туда поедем а то тут дети никого не хочется смущать пугать и все прочее вот я хоть специально включил этот киноэффект чтобы люди которые попадали кадр чтобы не было видно их них лиц поэтому лет все под контролем все все под контролем iphone рулит да я сейчас опять напишут опять макет своим айфоном да я хвастаюсь своим айфоном ребят я хвастаюсь да я хвастаюсь вот так что вот такие вот дела вот такие ребят мысли хочу попробовать я все-таки зайти вот такие вот группы какие-нибудь я не знаю сообщества людей с ограниченными возможностями но знаете я как ты уже даже пытался такие сообщества найти и у меня чуть ребят не особо что получилось какой-то сайт я нашел ну там что-то как-то все глухо вяло там почему-то мало людей хотя ведь у нас в россии ведь людей с ограниченными возможностями ведь немало но тут именно на том сайте который мне как-то попался просто через поиск в яндексе там почему-то как-то все тихо уныло и скудно не знаю почему вот пробовал через телеграм найти вообще ничего не нашел вот не знаю поэтому ребят опять же если у кого-то получится найти такие сообщества где прям вот люди с ограниченными возможностями сидят и не просто там сидят а ну активные да их там много и так далее вот дайте мне пожалуйста какие-то координаты ссылки профы куда зайти куда куда где смотреть где искать вот буду вам очень собственно признателен вот если вы мне дадите какие-нибудь наработочки намеки да вот где искать подобные сообщества так что вот ребят как-то так погода у нас прекрасная осень в этом году просто радует она не то что радует она я даже не представляю ну чё говорить если вчера в москве это 13 пятница 13 был вчера сентября и как бы там было 29 градусов но у нас конечно поменьше где-то 26 мы все равно вы видите я в футболке у нас сегодня 25 ну блин для 14 сентября это вообще шедевра тем более что очень давно нет дождей вообще не дождей никаких даже не капает поэтому прям прекрасно я прям кайфую вот сейчас принял тоже для себя решение больше гулять 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 сегодня вот видите я рано вышел обычно я выхожу где-то 34 пока там по рабочим своим проедусь в своем районе там к другу заеду туда-сюда и уже в город приезжаю чуть ли не в пять часов это блин поздно тем более что в семь часов уже темнеет вот сейчас принял решение вот эти все дни оставшиеся вот неделька хорошей погоды буду выходить как можно раньше вот и наслаждаться наслаждаться этой прекрасной погодой вот речки как-то так что вам еще сказать не знаю это я забыл о чем еще хотел с вами поговорить надо посмотреть в свою шпаргалку денек в самом разгаре московское время у нас сейчас 15 10 люди потихонечку просыпаются вылезают на улицу поэтому на площади снимать уже становится неудобно приехал вот тут во дворе сзади дома культуры вот надеюсь что я здесь никому не помешаю продолжим наш разговор вот продолжим наш влог в общем вчера недалеко чем вчера на ю тубе попался мне очень ребят интересный один канал просто видео тупо всплыло на ю тубе в рекомендациях и что-то я так заинтересовался засмотрелся в общем молодой человек ему насколько я понял на данный момент 19 лет вот он рассказывает о своей жизни в общем он на данный момент вышел на заработок самостоятельно сам вышел на заработок в 100 тысяч рублей в месяц работает он в сфере видеомонтажа вот но суть не в этом суть в том что он там рассказывает вообще у него канал как-то так называется забыл как называется канал что-то про жизнь как-то что-то жизнь какая-то жизнь забыл как канал называется вот в общем он рассказывает о том как он 17 лет стремился уже начать работать чтобы снимать квартиру уже уйти от родителей чтобы зарабатывать достаточно на себя денег чтобы ему хватало и на съем хорошей квартиры и на жизни на все на все он полностью подробно рассказывает там как он начинал с чего начинал как он учился ночью все 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 вот подробности в свою жизнь и начиная с 17 лет блин меня он привел этот парень в такой ребят восторг красавчик просто красавчик вот респект таким людям просто вот просто поклониться можно просто поклониться вот это действительно умная порядочная честная адекватная молодежь я к чему все это вот виду да к чему я сейчас все говорю меня часто обвиняют в том что типа якобы я не люблю молодежь якобы я не люблю молодежь я вот их ругаю вот все плохие молодежь а она такая хорошая молодежь ребят разные абсолютно разные есть люди как среди молодежи как среди взрослых людей и среди взрослых людей долбоёвов к сожалению хватает вот поэтому это все неоднозначно это все абсолютно неоднозначно вот есть вот такие люди вот которые действительно вот можно восторгаться людьми которым можно восторгаться и это опять же не сонисли это опять же не сама суть моего до посыла до моего а чё о чем я сейчас вот да хочу сказать чему я веду а мне часто пишут опять же да мои вот эти вот хейтерочки все типа вот посмотри там на людей вот там человек чего-то добился вот там 18 лет у него уже там он живет там уже не живет уже с родителями а ты вот такой секой живешь с родителями ты вот там вот ничего не добился ничего ты не можешь и прочее 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 я этого не отрицаю я этого не отрицаю и никогда не отрицал я простой вот понимаете я я не знаю как объяснить я простой человек да я не люблю особо учиться я я изучаю только то что мне вот ну конкретно вот интересно да какая то вот не знаю вот сфера которая меня интересует там да я могу в это углубиться я могу вот это это почитать об этом я могу это это вопрос изучить но я не изучаю ни один вопрос до до степени профессионала да не один вопрос я не изучаю ну такой я человек понимаете но не всем дано не всем дано да я прекрасно понимаю что я абсолютно серый я абсолютно не не образованный я абсолютно нет у меня никакой профессии и не будет просто потому что я этого не хочу я этого не хочу мне нормально жить так как я живу понимаете ну не всем это дано это дано не всем и вот вся вот это все вот эти вот разговоры вся вот эта вот полемика которая бывает идет мой адрес да ты вот мог бы вот этим заняться но ты не занимаешься ты бы мог вот этим заняться но ты не занимаешься ты бы мог вот тем заняться ты лишь да я не занимаюсь потому что мне не интересно это. Знаете, ну неинтересно, невозможно заставить человека чем-то заниматься, если ему это неинтересно. И нигде я себя вот не смог найти, кроме как в блогерстве. Ребят, ну нигде я себя не смог найти. И я считаю, что для меня, для меня, то, что я хотя бы стал блогером, и хотя бы хотя бы таким, опять же, я себя не называю профессиональным блогером, я прекрасно понимаю, что у меня никогда не будет миллионы миллиарда подписчиков и так далее. Но хотя бы то, что я имею, я имею то, что я имею, и хотя бы то, что я имею, я считаю, для меня это ну, мне этого достаточно. И слава Богу, что я имею то, что я имею, что у меня хотя бы получается то, что получается. Вот. И да, мне бывает как-то отчасти немножко завидно, что ли, если можно так сказать. Хотя вообще по натуре своей я человек независтливый. Но вот вчера вот посмотрел вот этого парня, да, который с 17 лет зарабатывает, ушел от родителей и так далее. Да, отчасти я ему позавидовал. Молодец, чувак, ну, просто вот респект. Но я ничего не могу с этим сделать, я так никогда не смогу. Я так никогда не смогу. Я это прекрасно понимаю, и я-то признаю, что я так никогда не смогу. Как бы я я не могу заставить себя, понимаете? Не могу. Да, кто-то говорит, типа, вот у тебя непрофессиональный монтаж, вот у тебя это плохо, это плохо, 5-е, 10-е, все плохо. Вообще все ужасно. Да? Да. Все ужасно. Относительно. Кому-то нравится. Буквально вот в предыдущем видео на ютубе был комментарий, типа, там был видос с одним дублем без монтажа, вот, даже интро я там не вставил, вообще ничего, просто включил камеру, записал и сам. И там человек в комментариях написал, что, как бы, отличное видео в том плане, что оно без монтажа и оно и не нужно. То есть, как бы, ну, разные есть люди. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Есть такой блогер Александр Булочкин. Вот, у него два канала, просто Драйв и Булкин Драйв, нет, Булкин, да, Булкин и Булкин Драйв канал. Вот, как у него правильно называется канал. Вот, на одном у него игры, летсплеи, а на другом автомобильная тематика. И вот, он недавно начал снимать такие видосы, типа, вот, включает телефон и одним дублем снимает разговорный тоже вложок. Ничего не вырезает, не монтирует, не склеивает, одним дублем, видос одним дублем. Ребят, эти видео у него набирают хуеву тучу просмотров. И никому не нужен там этот гребаный монтаж. Какие-то там киноэффекты и прочее. Да, блядь, я ж не этот самый, не мозг фильм, в конце концов, да, чтобы там какие-то эффекты делать или что. суть-то моего контента не в этом. Суть моего контента просто поговорить, рассказать о себе, о ситуации, какой-то о жизни, там, показать что-то, рассказать. Вот в чем суть. У меня разговорная, разговорный посыл, разговорная тематика. Зачем здесь монтаж? Я вот просто этого не понимаю. А раз я этого не понимаю, я это, в это и не углубляюсь, я и не буду монтировать как-то там суперпрофессионально с какими-то там пиздатыми эффектами и так далее. Просто даже потому, что я не считаю это нужным. Как-то так. Вот, ребят, такие вот еще есть мысли на сегодняшний день. А молодежи, которая, собственно, добивается каких-то успехов, какой-то профессии, зарабатывает много денег и прочее, прочее. Я искренне урожаю свой респект. Молодцы, что вы это умеете, молодцы, что вы это можете. И как бы дай бог всем удачи, успехов, здоровья и процветания. Вот, молодцы. Так, ребят, ну что же, следующим, так сказать, дублем мы с вами поедем в пятерочку. Вот, сегодня суббота, отличный день, прекрасная погода и почему бы не взять мне себе пивка, как вы думаете? Тем более, тем более, что есть повод. Сегодня пришел очередной донат от моего постоянного зрителя, от моего подписчика в Телеграме под ником Колдун. Вот, многие его знают, ну, под ником, естественно, знают. вот, пользуясь случаем, еще раз, в очередной раз я благодарю тебя, дорогой друг, за твой очередной донат. Он прямо, ну, очень, так, в этот раз оказался сильно в, ну, вовремя, так скажем, потому что так сейчас как раз получилось, что денежки заканчиваются. сейчас я пока стримов еще не веду, потому что нахожусь на видео уже, и поэтому, как бы, ну, особых-то доходов нет. Кстати, сейчас почему-то в последнее время мало стало заказывать на видео привет и поздравления. Не знаю, с чем это связано, в принципе, такое бывает, да, что, ну, такие просадки по заказам. Ё-моё, окушень, не посыписты, это самое, бывает такое, что то густо, то пусто, вот, и сейчас вот как раз почему-то такой период, что пусто, не знаю, как бы, как это работает, с чем это связано, ну, вот, как-то так. Поэтому так немножко получилось, тут расходы были, для дома кое-что покупал, для мамы тут, ну, в общем, короче, это жизнь, да, бывает такое, что тратишься, а доходов-то пока особо сейчас, ну, нет, и поэтому донатик, ну, прям вот очень, кажется, пришелся, дело в том, что мне сейчас как раз подходит, вот, мне нужно заплатить за услуги Ростелекома, вот, а это самое, там у меня камеры, вот это все, интернет, вьюже здесь, вот, там такая сумма приличная, за месяц 1200 плачу, вот, и как бы, вот, сейчас нужно будет оплатить, давайте, сиганем на другую сторону, там тротуар получше, потому что тут тротуар около почты вообще убитый, вообще, вот, здесь тоже вот сейчас будет такое плохое место, вот, но мы его объедем, а так в целом здесь тротуар все равно получше, да и пятерочка все равно на этой стороне, вот как-то так, вот оно, это место, которое я не люблю, ну, тут можно объехать, у нас, Теледва же, наверное, вы же, наверное, все знаете, что Теледва переименовали, он теперь Т2, ну, прям как это, Теньков банк, Теньков банк тоже теперь стал Т-банк, а Теледва стал Т-два, вот, поэтому, кстати, я вроде уже в каком-то влоге показывал, по-моему, да, а может, и нет, не помню, в общем, даже вот, видите, название, даже поменяли, ну, вывески Т-два теперь написано, а не Теледва, так-то так, я вроде бы уже показывал, или я показывал просто сам Теледва, наверное, я тут показывал, а Т-два-то еще не было, там, по-моему, еще было написано Теледва, ну, ладно, ничего, не суть, движемся дальше, разгоняемся на всю пока хорошую погоду, дорога, летим, вон, что-то еще летит, правда, на «Жигулях», с пробуксовочкой, с пробуксовочкой, не знаю, вам, возможно, не было слышно, потому что песничный микрофон, он чем хорош, как мне, кстати, песничный микрофон, вот этот мой, многие захейтили, заругали, якобы, звук говно, но, ребят, зато вы меньше слышите посторонних звуков, вы слышите только мой голос, и не слышите, как у меня моторы звенят от старости на моей телеге, так что из двух звуков, говорится, выбираем лучше. Здрасте. Так что вот так. Сюда бы мне тоже надо заглянуть, прикупить себе этих вредных штук, короче, для парения, но там есть проблема, там, короче, не оборудован для меня заезд, и туда надо с кем-то. Так что вот так. А мы с вами уже тем временем практически уже у пятерки. Вот этот переход у нас, кстати, ребят, видим, считается самым опасным. Здесь часто бывают аварии. Поэтому тут, знаете, легче уступить, чем поехать в наглую. Себе дороже может стать. Вот так. Так. Ну, а мы тем временем... Здрасте. Тем временем мы уже с вами, ребят, уцелим. Мы в моей любимой пятерочке. Вы в моей. В общем, пока не в ней. Но мы приближаемся. Приближаемся. Здрава. Да. Мы приближаемся. Здорово, я снимаю. Как дела-то? Нормально. Нормально? Да. Давай чуть позже, если что. А? Я чуть позже, я снимаю. Давай. Давай. Удачи вам в лоббете. Как всегда, ребяточки, поздороваться. Дело святое. Хорошие пандусы в пятерках. Прямо вот для людей. Кстати, все по ним ходят. Живые люди. Проще, чем по обычным ступенькам. Поэтому, ну, шедевр. Просто шедевр. У магнитов вот тоже есть пандусы. Но там, справедливости, ради надо сказать, что там они все-таки похожи. Так, ладно. Мы заезжаем. Мы заезжаем. Немного прокачиваю вас. Может быть, кого-то заинтересуют какие-то цены наши. Правда, не знаю, насколько вам их видно. Ну, вот эти цены вы точно увидите. Колбаски, сосиски, селедочка, рыбка. Всевозможные сыры. Ну, так-то все, как у всех, только, возможно, цены отличаются в зависимости от регионов. О, сколько конфет. Сколько разных конфетов. Ну, это цены за 100 грамм, естественно. Есть всевозможные печеньки, баранки, прочие вкусняши. Семь. О, сколько конфет. Немного прокачиваю. Так, 4. Я пока гулял, выголодался, поэтому я, наверное, возьму себе булочку. Так, если есть мои любимые или сегодня нет. Сейчас посмотрим. По-моему, моих-то и нет. Я обычно беру только сыром. А, вот. Еще есть. Так, 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 так. Что мне сегодня быть? Не хочу смущать народ, поэтому, ребята, сейчас отъеду. Выключу запись и тогда уже пойду покупать. О, смотрите, цены на кофе. Кофе же все любят, правильно? Посмотрите. Кофе стал недешевым. Эх ты, нифига себе. На мой кофе акция. 119 рублей. Офигеть. Надо взять. Офигеть. Ребята, мне надо взять свой кофе. Офигеть. 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 Надеюсь, вам было видно. Так, ладно. Вот, еду в тупик. Выключу запись. Пойду на кассу. Берка, конечно, естественно, возьму. А вот давайте вам еще салатики покажу. Салатики-малатики всякие. Как-то так, ребят, как-то так. Ну что ж, я выехал из пятерочки. Что я по итогу взял? Я взял себе баночку пивка, взял вот булочку, взял кофе и взял еще салфетки влажные. Вот, я постоянно использую везде влажные салфетки, чтобы вот тут на коляске протереть, руки протереть и прочее. Вообще, кстати говоря, я считаю, что влажные салфетки это просто такое классное изобретение человечества. Очень такая универсальная вещь, все можно помыть, потереть, почистить и так далее. Даже обувь. Вот молодежь очень, я видел, часто вот на лавочках сидят и влажными салфетками оттирают обувь. Сейчас же много же, модно же носить светлую обувь, светлые белые кроссовки и так далее. Вот, поэтому тоже используют в этих целях. Поэтому салфетки всегда покупаю, салфетки всегда нужны. Вот. Заяхал вот еще в один из двориков, надеюсь никому тут не помешать. И сейчас следующую тему с вами обслужу. Вот. Последняя будет темка, пожалуй, на сегодняшний влог. Вот, как бы эта тема, да, она связана немножко с темой, которую я вот говорил вначале, да, по поводу того, что я пытался познакомиться, но у меня пока ничего не получается и все вот это. Знаете, есть такое понятие, не знаю, как и в других странах и в других обществах, но у нас в России часто любят использовать такой термин, такое название. Можно даже, наверное, так сказать, я бы сказал это обзывательством, да, назвал бы это обзывательством. Ну, типа говорят люди вот про каких-нибудь там мужчин, да, вот он каблук, либо ты каблук. Вот, да, то есть, ну, понятно, да, кого так называют, это мужчины, которыми, собственно, можно так сказать, управляют женщины, да, мужчины, которые подчиняются, так скажем, женщинам, женскому мнению, женскому влиянию и так далее. Я бы вот это хотел обсудить, и меня прям вот, честно говоря, очень сильно это бесит, вот просто очень сильно бесит, когда вот, ну, про кого-то говорят, вот, ты каблук, или там кого-то называют каблуком и так далее. Ребята, а давайте углубимся, да, в этот вопрос. Ведь, ну, на самом деле, ну, вот, если серьёзно вот так вот посудить, да, а что мы, мужики, без женщин? Да ничто. Вот, ну, просто ничто. Давайте начнём с самых, с самых истоков. А кто нас родил, как не женщины? Нас родили женщины. Всех. И женщины-мужчин. Всех родили женщины. То есть, вот, изначально, да, так сказать, уже, да, без женщин мы бы на свету не появились. Кто за нами ухаживает, кто нас холит и лелеет, кто нас балует, кто нам готовит и прочее, 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 прочее. Мы не можем без женщин жить, это стоит признать. Так или иначе, какой бы ни был там независимый человек, успешный бизнесмен, мужчина, я не знаю, там, с Рамом Рассаку и Рассвети Сил, который всё может сам, у которого есть деньги, да, и так далее. Я смотрю одного мужичка в ТикТоке, не вспомню, как его зовут и не вспомню, как его страничка называется, я просто особо не углублялся. Я на него не подписан, чисто он в рекомендациях мне часто попадается. Вот, он живёт в Киеве, соответственно, на Украине, но он до сих пор, молодец, респект ему за это, ведёт свой влог на русском языке, за что ему отдельный респект. Вот, и вот, он живёт в Киеве, и он какой-то там человек-то непростой, он, типа, каким-то бизнесом, я так понял, занимается, он, у него крутая квартира, вот, и всё прочее, у него есть деньги, у него есть автомобиль, у него есть крутая квартира и всё прочее. И вот, он топит за то, что в своём влоге, он топит за то, что нахрен нужны женщины, я такой весь самостоятельный, я вот всё могу сам, зачем мне надо, я живу один, и всё прочее. Блин, ну, ну, секс же ему нужен, ну, давайте вот так вот прямо рассуждать, да, и по-человечески. Не может же такого быть, что он вот всю свою жизнь, он же явно не монах, правильно? Поэтому, ну, как можно так вот однозначно говорить, что, типа, вот, нафиг женщина, я живу один. Да, ты живёшь один, да, у тебя стирает стиральная машинка, готовит мультиварка, там, электропечка и всё прочее, вот. Да, у тебя есть деньги, ты можешь вообще нахер не готовить, ты можешь пойти в ресторан, там, в кафе и прочее, там покушать, и всё это прочее. Это всё понятно. Но ты один хрен всю жизнь не проживёшь без женского внимания, без женской ласки, без интима и без всего, вот, без этого. Так что, так или иначе, один хрен, он с женщинами коммуницирует, я не поверю ни за что, тем более, что у него есть деньги, явно дело, у него женщины бьются, вот. Вот, поэтому, как бы, да, он живёт один, он держит всех, понятное дело, всех на расстоянии, не доводит всё это дело до брака, до совместного проживания и так далее, это всё ясно, всё понятно. Но он же при этом один хрен не монах, и поэтому, как бы, я уверен в том, что с женщинами он всё равно коммуницирует. Вот. Кто-то сейчас скажет, что ты начал говорить о каблуках, а перевёл вот на эту тему, это разные вещи, да. Я перевёл на другую тему, я это полностью понимаю. Я это всё к чему? Блин, ребят, вот если человеку нравится быть каблуком, вот нравится человеку быть каблуком, оставьте вы его в покое. Быть каблуком – это нормально. Это нормально. Все мы разные, у нас у всех разные характеры, мы кто-то слабее, кто-то сильнее по духу, по своему, да, по своей натуре, по своему, по своим возможностям и всё прочее. И поэтому осуждать за это, за то, что человек каблук, типа, как вы это называете, я бы это по-другому, конечно, назвал. Каблук – это… ну, пиздец, это, ну, ну, так называют человека, да. Вот, не знаю, какой термин правильный к этому применить, но, блядь, каблук – это, блядь, пиздец. Вот, и, в общем, суть моего посыла в том, что, если человеку нравится быть каблуком, пусть он им будет ради бора. Пусть просто вот он им будет. Я не сторонник осуждать людей за это. Вот, прям, некоторые, прям, вот, сильно вот так вот, фу, да-то, каблук, да-то, да-то, да-то. Бывают, там, такие ситуации, типа, там, какие-то мужики, там, где-то собрались куда-то на рыбалку, там, или чего-то, куда-то там потусить, чего-то, куда-то где-то с кем-то. И одного из компаний приглашают, а он говорит, типа, а я не пойду, мы, там, вот, с женой, лучше, там, вот, я не знаю, дома посидим, кино посмотрим, или, там, на огород поедем, или прочее. И начинаются на него, типа, нападки, да-то, каблук, да-то, 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 да-то. Блядь, ребят, это его выбор, это его выбор, пусть он живет так, ему, ему так комфортнее, вам так комфортнее. Блядь, вообще, что за привычка, вот, у всех, всех, всегда всех осуждает. Блин, все мы разные, ребят, все мы разные, и мы все живем по-разному, и, блин, ой, блин, столько мыслей у меня бывает умных в голове, а самому страшно. Не, ну, на самом деле, столько вот негатива всякого в мире происходит, да, всякого суждения, а вот углубишься вот в это вот, даже взять вот эту вот тему, да, каблук, ты каблук. Я не знаю. Не, я не сторонник за это осуждать, пусть каждый живет так, как он хочет. Если ему комфортно быть каблуком, ладно, хрен с ним, мне не нравится это название, но будем называть так, потому что вы так называете, и я так буду называть. Вот. Ему комфортно состояние каблука, и пусть он им будет. И не вмешивайтесь в это, никогда вообще не навязывайте никому свое мнение. Ребят, ну зачем это все, блин? Зачем? Оставьте вы людей в покое, всех вообще. Если кто-то сейчас мозг подумает, да, что я опять на своих хейтерах намекаю, не, мне посрать вообще на все. Не только же меня осуждают. Вообще всех, все-всех осуждают. Инвалид, не инвалид, там, любой человек, всех обсуждают. Люди, которые, вот прям вот идеальные все из себя, там, я не знаю, там, бизнесмены и все прочее. И их обсуждают, блядь. Всех обсуждают. Зачем? Для чего, блядь? Да живите вы все свои жизни, как вам нравится. Пройдите вы мимо. Ёпт. Просто пройдите мимо семьи, людей, там, каких-то отдельных, конкретных, которые живут не так, как жили бы вы. Вы вот хотите жить так, он хочет жить по-другому, третий, по-третьему, четвертый, по-четвертому, пятый, по-пятому. У каждого свои приоритеты, мысли и все. Короче, вот так хочется встать и мир перевернуть. Сделать так, чтобы было меньше осуждения, было меньше негатива, было меньше всякого дерьма в мире. Но не могу. Нет у меня таких способностей. А жаль. А жаль. Ладно, ребят, на этом я буду заканчивать сегодняшний влог. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Жду вас в комментарии. По всем вопросам, которые я сегодня поднимал. Оставлю хрен с ним, опять оставлю комментарий на ютубе, хотя бы на какое-то время. Но если будете, ребят, негативить и писать хуйню, опять закрою. Ну, вы меня знаете. Да, опять же, вот это вот постоянное обсуждение, обсуждение. Вот, ты то откроешь комменты, то закроешь. Да, то открою, то закрою. Вот так хочу. Бывает, вот, насто пиздивает весь восток негатив, который вот там льется. Вот. Поэтому вот так. Пока комменты будут открыты. Если что, если начнется опять негатив в больших количествах, опять комменты закрою. Вот. Всем пока, ребят. До встречи в следующих видосах. Еще раз огромное спасибо, кто посмотрел. Всем удачи. Всем пока. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok